Сегодня тема моей проповеди называется «Как найти помазание Духа Святого и как действовать в Нём для чего-то сверхъестественного». Я верю, что пришло время, когда мы, Церковь, нуждаемся в постоянном переживании сверхъестественных вещей. Церковь была рождена в сверхъестественной силе Божьей. И порой нам нужно истощиться, пока что-то сверхъестественное не вернётся назад. Хорошо, я ещё не готов. Я вижу, что ваши Библии уже открыты. Давайте сейчас поднимемся и будем общаться с Господом. Я хочу, чтобы мы все подняли руки и поблагодарили Его за всё то, что Он сделал для нас. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя. Я благодарю за всё то, что Ты собираешься сделать для нас сегодня вечером, для пасторов и для всех этих молодых людей, для всех нас. Господь, мы хотим слышать Твой голос сегодня. Мы хотим чувствовать Твоё прикосновение. Мы хотим познать Тебя глубже. Увеличивай и расширяй наше познание о Тебе. Мы не заинтересованы в нашем собственном познании. Мы хотим иметь Твоё познание. И я молюсь сегодня, чтобы Ты посеял в нас Своё драгоценное Слово. Драгоценный Господь, проникай в наши сердца при помощи Своего Слова. Дух Святой, драгоценный Дух Святой, будь нашим Учителем. Сегодня я могу проповедовать, но без Твоего помазания мои слова будут мертвы. Без Твоего помазания никто не услышит Твоих слов и никто не поймёт их. И я молюсь, чтобы Ты взял каждое слово и использовал его для славы Иисуса, Иисуса Искупителя. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты коснулся нас. Омой нас и освежи нас Своей кровью. И побуди нас служить Тебе в эти последние дни. И я молюсь Тебе, Господь, чтобы Ты принёс всё это в наши жизни. Пожалуйста, очисти нас, чтобы мы смогли быть помазанными сосудами в эти последние дни. И чтобы мир обратил внимание на нас. И чтобы мы были свидетелями, истинными свидетелями для Тебя в эти дни. И отдаю Тебе моё служение, отдаю Тебе всего себя, отдаю свой разум. Делай то, что Ты запланировал. Не позволяй мне делать то, что не касается Твоих планов. Во имя Твоё. Дух Бога Живого обновляет меня. Сейчас закройте ваши глаза и поднимите руки. Это не песня, это молитва. Мы нуждаемся в свежем помазании, в свежем чувстве. Я хочу, чтобы музыка играла, когда я буду молиться. Дух Бога Живого обновляй. Дух Бога Живого. Обновляй нас. Смягчай меня. Используй меня. Используй меня. Используй меня. Обновляй. Смягчай. Смягчай. Используй меня. Используй меня. Используй меня. Дух Святой, Ты такой долгожданный и желанный на этом месте. Поднимите ваши руки и приветствуйте Его на этом месте. Дух Святой, Ты такой долгожданный на этом месте. Отец, излей свою милость и благодать. Используй. Ты такой желанный на этом месте. Ты такой желанный на этом месте. Музыканты, играйте это место еще раз. Дух Святой, ты такой желанный на этом месте? Отец, излей Свою милость и благодать, сделай нас жаждущими по Тебе, восстанови нас, Отец, оживи нас опять. Дух Святой, ты такой долгожданный на этом месте? Отец, излей Свою милость и благодать. Дух Святой, ты такой долгожданный на этом месте? Дух Святой, ты такой долгожданный на этом месте? Мы поклоняемся Тебе, Иисус, Сын Божий. Тебе вся слава и Тебе вся хвала. Прямо сейчас закройте ваши глаза. Забудьте о ваших трудностях. Забудьте о ваших проблемах. Смотрите только на Него и поклоняйтесь Ему. слава, слава Агнесу, слава Агнесу. Слава, слава Агнесу. Ты великий, и Тебе вся хвала. Слава Агнесу, который находится на престоле. И мы поднимаем наши голоса к Тебе, Агнесу, который находится на престоле. Ты великий и достойный. Ты Агнес, который сидит на престоле. И к Тебе мы возносим наши голоса. Слава. 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 Слава Агнесу. Слава Агнесу. Посмотри на Него сейчас. Он сидит по правую руку Отца. Слава Агнесу Божьему. Ты достоин всей славы. Ты достоин всей славы, Агнес, который сидит на престоле. И Тебе мы поднимаем наши голоса и воздаем Тебе всю хвалу. Дорогой Иисус, я молюсь Тебе сегодня. И прошу Тебя, чтобы Твоя совершенная воля была исполнена на этом служении. Приноси Своё богатство в Наши жизни. И мы всегда будем отдавать Тебе всю славу. Это обещание, и мы будем держать его. И весь Божий народ сказал Аминь. Давайте сильно прославим Господа. Я хочу, чтобы вы все взяли Библии в свои руки и открыли Евангелие от Иоанна. Шерилл, спасибо тебе. Брюс, спасибо. Я знаю, что вы все получаете замечательное учение на этом месте. Но я хочу вам сказать, что находится у меня в сердце. Когда я путешествую по миру, я вижу проблемы. Я вижу, что Евангелие не проповедуется так, как оно должно проповедоваться. Я вижу, что крест не имеет то значение, которое он должен иметь. Я вижу, что учение о крови Иисуса не такое, каким оно должно быть. Когда я получил спасение в 1972 году, и Бог поместил меня в церковь, которая находилась в Торонто, и там были такие люди, как Дерек Принц. Может быть, находящиеся здесь молодые люди никогда не слышали о Дереке Принце. Он был одним из самых великих учителей Библии, которые когда-либо жили. Кори Бум была там, и я в то время был подростком, как некоторые из вас. И я сидел и слушал Кори. Молодежь, если вы не знаете, кем была Кори Бум, я хочу сказать вам, что она была великим служителем Божьим. Она была сослана в концентрационный лагерь в Германию за то, что она была еврейкой. Ее преследовали за ее веру. И эта дорогая Божья женщина приехала в Торонто, в нашу церковь, и служила там. Кэтрин Кульман сильно повлияла на мою жизнь. Молодежь, может быть, вы никогда не слышали об этой женщине, но некоторые люди, которые находятся здесь, конечно же, слышали, что такая была Кэтрин Кульман. Я думаю, что все эти люди наполнили мою жизнь богатством. Когда я был молодым, я находился под влиянием этих людей. Сегодня мы не видим таких людей. Уже нет Кэтрин Кульман. И нет Кори Бумс. И также мы потеряли Деррика Принца. И то, что сегодня вы слышите по христианскому телевидению, там не хватает личных встреч с Богом. Если вы не будете иметь личных встреч с Богом, то вы вскоре засохнете или умрете от голода. Сегодня мы видим, как происходят опасные вещи. Наши люди ничего не получают от встречи со Словом Божьим. Это является причиной того, что многие люди сегодня живут в грехе. Это является причиной того, что некоторые проповедники сегодня тоже живут в грехе. Они падают, потому что нет силы в их жизни. Сегодня я встретил пастора, который начал эту церковь. Он сейчас сидит в этом здании. Ему 90 лет. Это отец Ларри Стокстила. Я смотрю на него и вижу богатство. «Я вижу силу». Давайте прославим Господа. И он рассказывал нам, как он начал эту церковь с суммой 200 долларов. И он жил по вере, полностью доверяя Богу. И сегодня здесь находятся люди, такие же, как он, которые могут рассказать, что Бог сделал в их жизнях. Давайте я скажу вам что-то. Я никогда не оборачиваюсь назад. И то, что Бог дал мне, когда я был молодым человеком, это и есть моё основание, за которое я благодарю Бога. И в свои 55 лет я до сих пор молодой. И я иду вперёд. И вот что я хочу вам сказать. Когда я вижу то, что происходит сейчас, недостаток встреч с Богом, недостаток Евангелия, я беспокоюсь о следующем поколении. Я беспокоюсь о своих детях и о своих внуках. Если сегодня моё послание коснётся одного из вас, только одного, это собрание будет успешным. Если один из вас возьмёт и сможет удержать то, что я дам вам сегодня, я хочу рассказать вам о том секрете, который я узнал. Сколько из вас хочет узнать о секрете, который изменяет жизни? Поднимите ваши руки. Это не пустая болтовня. Я потратил 34 года на то, чтобы рассказать вам сейчас. 34 года служения. 34 года я проповедую. Я начал проповедовать, когда мне был 21 год. Мне было 21 год, когда я начал проповедовать. И я усвоил много уроков, много тяжёлых уроков и также хороших уроков. Я хочу сказать вам, что мы должны делать с силой Божией. Если бы силы Божьей не было бы в моей жизни, я был бы другим проповедником. И я не имел бы большого успеха. Людям нужна сила Божья. Нам нужно иметь две вещи. Нам нужно иметь встречу с Ним и Его силу. Если у нас нет одной из этих вещей, то мы будем постоянно что-то терять. Сегодня, к сожалению, нам не достаёт этих двух вещей. Нам не достаёт встречи и нам не достаёт силы. В наших церквях есть чудеса, но их очень мало. Люди, которые находятся в рабстве дьявола, не могут найти помощь и получить освобождение. Вместо этого они идут к врачу и пьют таблетки. Нам нужно вернуть назад силу Божью в наши церкви и особенно в наши дома. Если сила Божья не вернётся в твой дом, тебя ждёт плохое будущее. Сколько из вас сегодня хотят иметь настоящую силу Божью? Поднимите руки. Только с Господом вы можете получить её. Вы должны иметь внутри себя Слово из книги Иова, 29 глава, 6 стих. «Пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Елея. Ты не сможешь получить Елей, пока твои ноги не будут находиться глубоко в молоке Слова Божьего». Это книга Иова, 29 стих, 6. Там написано, «Пути мои обливались молоком». Если у вас нет Библии, посмотрите на экран. Здесь написано, «Пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Елея». Когда Слово Божье начинает глубоко действовать в твоей жизни, тогда Елей начинает приходить. Елей — это сила. Сколько из вас желает иметь Елей сегодня? Я говорю это слово сейчас всем — проповедникам, молодым людям, отцам и матерям. Я рад, что здесь так много молодёжи сегодня, так как вы являетесь следующим поколением. И я буду молиться сегодня за вас, чтобы вы все приняли это слово и удержали его. Первая вещь, которую мы должны иметь, — это изобилие и эффективность Слова Божьего. Я окажусь на обочине жизни, если я не приму решение взращивать мою жизнь в Слове Божьем. Я читаю Библию не для того, чтобы проповедовать. Если люди читают Библию только для того, чтобы проповедовать, значит, с ними происходят неправильные вещи. Я читаю Библию для того, чтобы я мог быть накормлен. Я проповедник, да, конечно. Пастор Ларри раньше мне говорил, «Ты можешь постоять где-то сзади и спокойно сосредоточиться». И я говорил, «Пастор, я готов в любое время, мне не нужно сосредотачиваться, потому что я принял решение много лет назад, и я погрузил свою жизнь в Библию, и я могу проповедовать в любое время, в любом месте». Итак, Слово Божье — это ключ. Вы должны знать Писание. Позвольте мне помочь вам. Сколько здесь из вас сегодня хотят понимать Библию? Пожалуйста, поднимите руки. Дайте мне 10 минут, и я объясню вам. Хорошо? Библия — это откровение одного человека. Только одного. И его имя — Иисус. Когда вы, молодёжь, читаете Библию, не читайте её только для того, чтобы прочитать одну главу или две главы. Это не поможет вам. Вам нужно следовать тому, что я называю семенем Мессии. Когда Бог обещал искупление Адаму и Еве в книге «Бытие», Он обещал, что семя придёт. Вам нужно следовать тому семени, которое находится в Библии. Почему Бог призвал Авраама? Потому что через него пришло семя. Почему Бог призвал Исаака? Потому что через него пришло семя. Иаков. Через него тоже пришло семя. Бог не имел дела с людьми, через которых не приходило семя. Вы понимаете это? Он имел дело только с теми, кто был связан с семенем. И Библия является историей о семене Мессии. И мы видим, как через Адама, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова пришло семя. И дальше через народ израильский и его пророков пришёл Мессия. Вся Библия вращается вокруг только одного человека. Как его имя? Когда я открыл это для себя, это изменило мою жизнь. Мне не нужно больше читать генеалогическое дерево Библии. Это скучно для меня. Тот родил того, Тот родил того, Следующего и так далее. Я ищу семя. И я, можно сказать, крещён в Библии. И это то, что должен делать каждый из вас. Скажи, для себя. Замечательно слышать проповедников. И мы благословлены тем, что слышим Слово от наших пасторов. Учителям, пасторам и пророкам нужно учить нас, для того, чтобы мы становились сильней. Мы также должны знать Слово Божие лично для себя. Когда я получил спасение, и спасибо Богу, что рядом были хорошие паспорта, и у них замечательное учение. Оон Бакстер. Может, некоторые из вас никогда не слышали о нём. Я помню, я слушал его, когда был совсем молодым. Боб Манфронт. Эти люди проповедовали Слово с такой глубиной. И Слово Божие касалось меня и оказывало на меня большое влияние, когда я был молодым. И я испытывал чувство голода знать больше. Сейчас я молюсь Богу, чтобы Он дал вас чувство голода и жажды для Его Слова. В природе, если вы испытываете чувство голода, это значит, что вы здоровы. Все здоровые люди испытывают голод. Больные люди теряют это чувство. Они не хотят есть. Недостаток голода означает, что человек болен. Если человек больной, то он не хочет есть. Почему? Потому что его тело больное. Если христианин не испытывает голод по Слову Божьему, это происходит только потому, что этот христианин болен. Это значит, что он духовно болен. Голод — это признак здоровья. Вы слышите? Сколько сегодня здесь голодных людей? Тогда вы здоровы. Я испытываю голод по Слову Божьему. Поднимите руки те люди, кто испытывает голод по Слову Божьему. Это означает, что вы здоровы. Спасибо Богу за это. И сейчас вам нужно удовлетворить вас с правильной пищей. Если я голоден, то я не буду есть конфеты. Если я голоден, то я ищу настоящую пищу. Настоящую пищу, которая может помочь мне. Те же вещи происходят и в Духе. Найди Слово Божье, чего бы тебе это ни стоило. Когда Слово Божье приходит в твою жизнь, тогда тебе легче будет найти силу Божью. Я говорил вам уже сегодня, что я много езжу по миру, и я вижу, что в разных местах земли нет силы Божьей. И на этой конференции, как я уже говорил, если один человек, только один, послушает то, что я говорю и то, что я даю, это служение пройдет не зря. Когда я был на собраниях Кэтрин Кульман, я был одним, я серьезно вам говорю, я был только одним, кто слушал, о чем она говорила. Я спрашивал людей в автобусе, которые ехали домой с ее служений, и я спрашивал их, о чем она говорила. Те люди не знали, о чем она проповедовала. Бог говорил для меня через нее. Я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла на служениях Кэтрин Кульман. В то время я не знал, что Дух Святой — это Личность. Я думал, что Дух Святой — это разговор на иных языках. Я ходил в церковь, в которой все говорили на иных языках. И почти у всех были тамбурины, и они танцевали с ними в руках. И я думал, что христианство — это иные языки и игра на тамбуринах. Я так думал. Я был спасен, да, но не было силы в моей жизни. И также в нашей церкви, в которую я посещал, не было силы. У нас было хорошее учение, спасибо Богу, но не было силы. Я помню одного больного парня, который был в нашей церкви. Он постоянно звал к себе людей после служения. И когда люди к нему подходили, его тело начинало дрожать и трястись. И все подходили и дотрагивались руками к нему. И люди прикасались своими руками к нему. Все они надеялись, что сила Божья сойдет на него. И все начали к нему, спрашивая, что что-то, что-то случилось к нему, просто раздрагивали. Пасолеро было самое интересное. Люди спрашивали к нему, спрашивая, что, может, что-то этот силы прийти на них. И знаете, почему его трясло? Позже мы узнали, что он был одержим бесами. Эти люди не могли принести настоящую силу. Они дотрагивались к этому парню, но ничего не происходило. Вот такое проявление силы было в нашей церкви. И когда я пошел на служение Кэтрин Кульман, я был шокирован силой, которая там пребывала. Я имею в виду настоящей силой. И мы привезли с собой женщину, и эта женщина была полностью скрюченная. Ее тело было полностью скрючено и искривлено. У этой женщины все тело было скрюченное, ее ноги, руки и даже пальцы. Ее тело было смотано как катушка с нитками. Я видел это своими собственными глазами. Это было в Канаде. Я и мой друг мы заносили ее в автобус и выносили ее из него. И при этом она была в инвалидной коляске. И когда мы ее везли на служение, то нам нужно было сделать несколько пересадок на другие автобусы. И мы выносили ее и заносили в автобусы. и так мы снимали ее с автобуса, потом заносили опять, везли ее на коляске. и так же ее муж, человек небольшого роста, всегда был с ней рядом. И эта женщина говорила нам, не позволяйте ей увидеть мою инвалидную коляску, так как Кэтрин Кульман не позволяла, чтобы больные в зале находились в инвалидных колясках. Все коляски оставлялись при входе в здание. Я и мой друг ответили ей «Хорошо», и мы везли ее от автобусной остановки до церкви. И потом, когда вошли в церковь, везли ее и молились, чтобы ашеры из группы «Порядка» не увидели нас с этой коляской, потому что мы все не хотели, чтобы ашеры остановили нас. И таким образом мы довезли ее в зал и посадили ее в третьем ряду. Рядом с ней сел ее муж. Я с другом пошел на балкон. Мы были на балконе, и мисс Кульман начала свое служение. Сейчас, послушайте меня. Я рассказываю вам то, что я видел своими собственными глазами. Мисс Кульман никогда не видела эту женщину. Она никогда не молилась за нее и за ее исцеление. И когда началось поклонение, эта женщина, которую мы только что видели всю скрюченную, в один момент все ее тело выпрямилось. Вы не представляете, что происходило в тот момент с моим разумом. Я подумал, что это сон. Я начал толкать своего друга Джима, который сидел рядом со мной, и я кричал вот так. Вот и все, что я мог делать. Вы бы делали не такое, если бы вы были там. И я делал вот так. Если вы однажды увидите чудо, вы потом никогда его не забудете. Та женщина встала. Эй, ребята, вы понимаете меня? Та женщина встала со своего места. Ее тело было полностью прямым. Да, прямым. Минутой раньше ее тело было все скрюченным, а тут она стала такой высокой. Я был в шоке. Она стала выше своего маленького мужа. Она стояла вот так. Потом она вышла на сцену, и весь зал хлопал и кричал. И она поднялась на сцену. И Джин Мартин, пастор, вы помните Джина Мартина? Джин сказал, мисс Кульман, эта женщина, вот она. И все хлопали и кричали. И мисс Кульман подошла, чтобы возложить на нее руки и помолиться за нее. И эта женщина сказала, Кэтрин Кульман, одну секундочку. Ее все тело теперь было прямым, за исключением только одного пальца. Ее только один палец был все еще скрюченным. Она сказала, мисс Кульман, одну секундочку. Он забыл про палец. Да, она так сказала. Он забыл про мой палец. Я хочу, чтобы он распрямил мой палец. И мисс Кульман сказала, о, дорогая, он оставил твой палец таким, чтобы ты помнила. Твой палец остался таким, чтобы ты помнила, что он сделал для тебя. Можно я вас спрошу, если бы вы увидели такое чудо, как вы думаете, это бы изменило вашу жизнь? Вы увидите такие чудеса. Я верю, что мы увидим, как чудеса и знамения вернутся в церковь. И когда я увидел это наслужение Кэтрин Кульман в Монреале, в Канаде, я начал проповедовать. У одной женщины голова находилась на уровне ее бедра. Я имею в виду, она была изогнута, как арка. Она была изогнута, как арка, вот так. Как арка. Да, именно таким образом она выглядела. И в то время я носил странную одежду. Я был таким стилягой. Пифи. Да, я носил такую одежду. Она помнит меня, когда мы встретились в Баффало. Ты помнишь, дорогая? Вы не поверите, я носил туфли со стеклянными каблуками. Да, это правда. Когда я поднимался на сцену, все говорили, «Посмотрите, какие у него туфли! Посмотрите, какие у него туфли!» И однажды я купил другую пару туфель, и в этих стеклянных каблуках плавали пластмассовые рыбки. Да, это правда. У меня были туфли с рыбками. Это единственные рыбки, которые были у меня. и я проповедовал в смокинге и с рыбками в каблуках. Да, это правда. И сила Божья и помазание было очень сильным там на служении в Монреале. помазание было таким сильным, что вы могли чувствовать его своими руками. И та женщина с изогнутой спиной, которая стояла сзади, начала кричать. Я подумал, что у нее начало происходить проявление бесов. И она кричала. Люди кричали, падали на пол, и другие подобные вещи происходили там. И я думал, что здесь происходит? Две тысячи человек были там. И эта женщина схватила меня за мой смокинг, за мой прекрасный пиджак. И в это же время она кричала, «Я не могу поверить в это! Я не могу поверить в это!» Она схватила меня за мой прекрасный пиджак, за мой красивый пиджак. Она тянула меня за пиджак и кричала, «Это не реальность! Это сон! Ты не настоящий! Все вы здесь не настоящие!» Я сказал ей, «Леди, успокойтесь, пожалуйста, и уберите руки от моего прекрасного и красивого пиджака!» Я говорил ей, «Успокойтесь! Что случилось?» И в то время у меня был сильный акцент, и люди едва понимали меня. Она была французской канадкой, и у нее был сильный акцент, и у меня также был сильный акцент. И я говорил ей, «Успокойтесь!» Ее сын был возле нее. И тут внезапно она вскрикнула, «Моя спина!» И Господь начал расправлять ее спину. И она начала кричать. Ее спина начала распрямляться. Она отбросила свои палочки прочь, и ее спина начала распрямляться. Вот так. И она сказала, «Я не поверю, пока сама себя не увижу в зеркале». И вокруг нас были различные декорации, среди которых были всякие стеклянные штуки. И я сказал, «Вы можете обернуться и посмотреть на себя». И когда она увидела себя в зеркале, то она опять закричала, «Вот так». Да, я видел чудеса. Чудеса происходили там в течение всего служения. Одна женщина по имени Фрэнси Скотт, у нее не было костей. Да, в ее нае не было костей. И вокруг спины у нее была такая подвязка, бандаж, который связывал протез с ее обувью. Но она была смелой женщиной, и она передвигалась вот так. И она села на мой стул на сцене и положила вот так свою ногу. И я спросил ее, «Чем я могу вам помочь?» И у нее был голос такой, как у мужчины. И она говорила, «Моя нога! Моя нога!» Да, эта женщина вышла на сцену, села на мой стул и говорила, «Моя нога!» Я спросил ее, «Что случилось с вами?» Она отвечала, «Моя нога! Моей ноге нужно исцеление!» И я не знал, какие проблемы у нее с ногой. Я не знал, что там нет костей. И я сказал ей, «Отбрось в сторону свой протез!» «Отбрось свой бандаж!» Я не знал, как она сможет отстегнуть свой бандаж с протезом, если в ее руках еще были трости для передвижения. Ей нужно было сначала бросить свои тросточки для того, чтобы отстегнуть бандаж. Но она была смелой женщиной, и она сказала, «Хорошо, я сделаю это!» Я не знал, как она собирается это сделать, и я подумал, «О, Господи!» ее сразу же окружили люди для того, чтобы она не упала, для того, чтобы поддержать ее. И эта женщина отстегнула свой протез. И как только она тронулась своей ногой к полу, то сразу же сильно закричала. «Кости!» Бог сотворил новые кости в ее ноге, когда ее ступня коснулась пола. «Хотели ли бы вы увидеть такие же чудеса?» Скажите, «Да или нет?» Такие вещи могут встряхнуть целые города. Нам нужны такие чудеса. Посмотрите на некоторые, простите за выражение, «больные служения». Вы думаете, что Бог, Которому мы служим, Он такой больной, что не может сотворить новую ногу? Наш Бог может исцелить любую болезнь, любую немощь. Для Него нет ничего невозможного. И все сказали, «Вот почему нам нужно помазание». Хорошо, давайте вернемся к Евангелию от Иоанна. Слово Божье ясно говорит. Хорошо, давайте откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу. Я хочу, чтобы вы поняли кое-что очень важное. Где мы находим помазание? Да, мы находим его в Слове. Конечно, в Слове Божьем, потому что Слове Божье — это основание. Но что-то происходит особенное, когда вы начинаете переживать присутствие Иисуса. Давайте сейчас все вместе прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 главу, стих 16-17. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет». Сейчас все посмотрите на меня. Хотите знать, как я нашёл силу Божью? Мы не можем почувствовать присутствие Иисуса. Мы можем только познать присутствие Иисуса. Присутствие Господа, оно такое реальное для всех нас. оно действительно реальное для нас. Присутствие Иисуса — это не эмоции. Присутствие Иисуса — это реальность. Вы чувствуете себя? Вы не можете чувствовать себя? Я хочу помочь вам, чтобы вы поняли, кое-что очень-очень важное. Я видел, как мисс Кульман говорила. Она говорила вот так. «Спокойно! Спокойно! Тихо! Аллилуйя!» А я думал, почему спокойно? Какая польза от этого спокойно? Она приводила людей в присутствие Иисуса через поклонение. Но потом в своё время я сам узнал об этом. когда мы говорим о присутствии Иисуса, послушайте меня и будьте очень внимательны, чтобы вы могли знать, а не чувствовать. присутствие Господа — это его Личность. Это не чувство. Это не какая-то атмосфера. Его присутствие — это Он Сам. Его присутствие — это когда вы имеете дело лично с Ним. Его присутствие — это Его слава. Когда Моисей в книге «Исход» в главе 33, стихе 18, сказал Господу, «Покажи мне славу Твою». И Бог показал Себя Самого. Если вы не помните этого, то откройте свои Библии и прочитайте это место ещё раз. «Исход 33, 18» там написано, «Господь, покажи мне славу Твою, покажи мне, кто Ты есть». И в книге «Исход» в главе 34, со стиха 5, Бог начинает показывать Себя. Бог начинает показывать Свой характер. Он показывает Свою сущность, Свою милость, Своё прощение. Он показывает Свою справедливость. Бог показывает Моисею Свою сущность. Библия говорит, Он указывал Свои пути Моисею. Бог сделал так, чтобы Моисей познал Его пути. Другими словами, Моисей начал познавать Господа. Не силу Господа, а самого Господа. Мы не за Свои собственные человеческие знания. Мы за знания Господа. Был человек в Канаде, о котором Билли Грэм когда-то говорил, что он был первым выбором Божьим. Этот человек был великим евангелистом. Он наполнял стадионы в Канаде. Билли Грэм и я, мы упоминали его имя в своих книгах. Его фамилия была Темплтон. И этот человек был одним из самых великих проповедников. И сам Билли Грэм верил в то, что Бог призвал Темплтона раньше, чем его. Однажды этот джентльмен решил поступить в университет Принкстона. И в какой-то момент он потерял свою веру. И он написал книгу, в которой говорил против воскресения Иисуса Христа. Друзья мои, послушайте меня. Знания могут разрушить. И только знания Иисуса будут создавать и назидать тебя. Мы не за человеческие знания. Мы за знания Иисуса. И существует большая разница между этими двумя знаниями. И Моисей говорил, «Позволь мне познать твою славу. Разреши мне увидеть ее». Бог показал Себя, Свои качества, Свой характер, Свои пути. Присутствие Господа — это то, что вы получаете в спасении. Он будет с тобой и будет в тебе. Это и есть присутствие Господа. Присутствие Господа становится реальным для нас во время поклонения. Присутствие Господа становится реальным для нас через Его Слово. И присутствие Господа становится реальным для нас в молитве. Бывают времена, когда ты молишься, и внезапно Иисус становится потрясающе реальным для тебя. Кто-нибудь переживал такие вещи? Поднимите ваши руки. Или когда вы поклоняетесь Господу, и внезапно вы поражены Его действительностью. Бывало такое? Или такое же ошеломляющее чувство вы испытываете внезапно, когда читаете Библию? Такое присутствие Божье никогда не уйдет из вашей жизни. Никогда. Когда Христос приходит в ваше сердце, Он приходит, чтобы остаться там навсегда. Он может остаться там навсегда. Разве это не правда? Иисус не приходит, чтобы потом уйти. Он не уходит, Он живет здесь. Всегда и всегда Он пребывает в вашей жизни. И Его присутствие становится реальным, когда вы поклоняетесь Ему. Это присутствие становится действительностью, когда вы молитесь. И это присутствие никогда не обременяет тебя. Никогда. Когда ты чувствуешь присутствие Божье, ты не кричишь и не бегаешь. Ты плачешь. В присутствии Господа ты даже не можешь говорить. Потому что в присутствии Господа слова не нужны. И в присутствии Божьем ты только шепчешь или плачешь. И иногда, когда Его присутствие становится сильным, ты даже не можешь шептать. Ты даже не можешь думать. Ты только стоишь и плачешь. Сколько из вас переживали такие вещи? Поднимите ваши руки. Да, конечно. Послушайте мне внимательно. Это присутствие, такое присутствие, оно потрясает. Когда Его присутствие становится реальным, одна вещь всегда происходит с вами. Вы знаете, какая? Его присутствие, оно всегда и всегда распинает вашу плоть. Когда приходит Его присутствие, тогда вы как бы аннулируетесь. Тогда вас просто нет. Ваша плоть, она уходит, ее нет. И ваша плоть становится неактивной. Библия говорит в книге, Исход, 34 глава, 29 стих. Пожалуйста, вы видите это место Писания на экране? Там написано, что Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами. В присутствии Господа Моисей не видел даже себя. Он потерял зрение. Когда ты находишься в присутствии Божьем, ты теряешь зрение. Ты ничего не видишь. Библия говорится, что когда пришло присутствие Божье, и в то время, как Моисей сходил с горы, он не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Другими словами, Моисея не было в то время, его не существовало. В присутствии Божьем. Когда приходит присутствие Иисуса, и когда Он приходит, тогда вы уходите. Когда Иисус приходит, то ваша плоть, она умирает. Кто-нибудь из вас переживал такие вещи? Поднимите ваши руки. Очень легко сдаться в присутствии Иисуса. И так же легко простить ваших врагов в присутствии Иисуса. Когда присутствие Господа находится здесь, тогда становится легко прощать. Становится легче полюбить ваших врагов. Вам становится легче распять свою плоть. Но когда нет присутствия Божьего, то все становится сложным. Все. Когда Его присутствие становится реальным... Сейчас я вам скажу кое-что. Я должен сказать вам это. Я хочу вам сказать, что я понял это давно. Я никогда не видел ни одного исцеленного человека до тех пор, пока Иисус не становился реальным для него. Пока Христос не станет реальным для такого человека, для него чудеса будут невозможны. Но если другой человек будет потрясен присутствием Иисуса, то для него будет легко получить исцеление. Я помню, как я молился за одного пастора. Он пригласил меня послужить в его церкви. Трехтысячный зал был заполнен. У того пастора был рак простаты. Он не сказал своей церкви, какая болезнь у него была. Но он сказал мне, Бенни, у меня рак. Я сказал ему, что хочу возложить руки на него, чтобы помазание сошло на него. Я сказал, Панчер, я сделаю это. И я служил ему. И когда... Я служил ему. И когда... Я служил ему. Потому что в присутствии Иисуса болезнь, она не может жить. А бывает так, что присутствие Господа длилось некоторое время, и болезнь осталась. Как это произошло? Но проблема в том, что многие из нас на служениях не дают достаточно времени Господу, чтобы Он проявился. Мы не дожидаемся того времени, когда присутствие Божие становится реальным. Когда вы поклоняетесь Господу, когда вы поклоняетесь Господу, когда вы фокусируетесь на Нем, преклоняетесь пред Нем, тогда Его присутствие становится для вас таким реальным, что внезапно разрушается всякое рабство. Болезни уходят. Давайте теперь поговорим о помазании. Это очень важно. Я объясню вам сейчас. Присутствие Божье — это дверь для помазания. Вы не можете получить помазание, если его нет. Он является источником помазания. Когда присутствие Божье становится сильным, и когда такое присутствие аннулирует и отменяет вас, вашу плоть, такое присутствие захватывает и овладевает вашей душой. Присутствие Иисуса не накапливается в душе. Присутствие Иисуса захватывает вашу душу. И я кое-что понял. И это же мисс Кульман делала на своих служениях. Я понял это тогда, когда она ждала, и затем дожидалась того момента, когда Иисус становился реальным для нее. Вот и всего, чего она ждала. Она ждала того момента, когда Господь станет реальным для нее. И я скажу вам кое-что. Джоу, я знаю, что Господь использует тебя когда-то. И в этот день ты исцелися полностью. Разве я говорю что-то не то? Давайте сильно прославим Господа. И мы приближаемся к времени, чудес и знамений. Но это случится только тогда, когда присутствие нашего Господа Иисуса Христа будет очень большим. Это может длиться, например, 10, может, 20 секунд. Послушайте меня внимательно. Вы знаете, что я веду людей в поклонениях на служении. Иногда 20 минут, иногда полчаса. Вы знаете, почему я это делаю? Я жду, чтобы присутствие Иисуса стало реальным для меня. Я проповедую. Хор поет. Но когда мы входим в поклонение, я буду поклоняться до тех пор, пока Иисус не станет более реальным для меня, чем я сам. И когда это происходит, не пропустите этот момент. И когда присутствие Иисуса приходит, оно может длиться 10 секунд, может, 20. Когда Его присутствие приходит, для меня все предметы и все люди, которые есть вокруг, они исчезают. И в тот момент все во мне что-то кричит. Не позволь сейчас все это остановить. Пожалуйста, не позволь сейчас остановить этот момент. Это почти как будто мы переживаем преображение Господне на каждом служении. И все это длится считанные секунды. Когда такое происходит, бывает, что я вижу цвет Его одежды. бывает, что я могу сказать вам, о чём вы думаете. И я внезапно... Шерил, ты готова? Да, я подаю им знак. И они начинают играть, потому что знают, что я готов войти в помазание. Потому что, когда я поклоняюсь... Поймите, вы не можете вести пение хора. Не это приводит Господа. Я не веду людей в пении. Я поклоняюсь, и я забываю обо всём. А то, что делают остальные, они просто присоединяются ко мне. И в то время, когда я поклоняюсь Господу, вдруг появляются невероятные несколько секунд, во время которых всё в моём существовании абсолютно не имеет для меня никакого значения. Я смотрю только на Господа и говорю, «Нет ничего и никого подобного тебе». И я умоляю Его, умоляю Его в то время, «Забери меня домой сейчас». Это как будто вы достигли вершины, и вы не можете описать или выразить словами это состояние. Я смотрю на ваши лица и вижу, как некоторые испытывают жажду и голод за таким состоянием. Я буду молиться к Господу, чтобы Он давал вам такое состояние каждый день. Такая реальность, она захватывает меня. И Шерилл начинает играть. И когда она играет, это знак для людей приготовиться. «Потому что, когда помазание достигает, это тяжело». Я хотел бы, чтобы музыка перестала играть. Спасибо за музыку. Сейчас я вам объясню то, о чём я говорил. Когда Господь становится реальным для меня, это и есть момент для того, чтобы сдаться. Есть два замечательных местописания. Я быстро прочитаю их вам. Откройте книгу Аввакума, 3 глава, 4 стих. Там написано, что сила Божья, Его помазание, спрятаны в Его присутствии. Нам не нужно искать силу Божью, чтобы войти в Его присутствие. Люди, которые молятся за больных и хотят, чтобы сила Божья сошла, но если Иисуса там нет, и Его присутствие не является реальностью для этих людей, пусть они падают лицом на пол. Всё равно не будет чудес в том месте. Нет, не будет настоящих чудес. Послушайте меня внимательно. Некоторые люди позорят имя Господа. Они показывают так называемые чудеса, но они не настоящие. Если это настоящие чудеса, то у этого мира никогда не будет вопросов. И когда Господь становится реальным, в книге Аввакум, глава 3, 4 стих сказано, пожалуйста, выведите это место Писания на экран. «Блеск Её, как солнечный свет, от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы». Когда Аввакум увидел славу Божью, он увидел, что в присутствии сокрыта сила Божья. И когда я начинаю вести людей в поклонении, и Господь становится реальным для меня, и тогда я начинаю переживать то присутствие, о котором написано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 16-17. Там написано, «Да пребудет Он с вами всегда». И внезапно сила Божья высвобождается из Его присутствия только при помощи одной вещи, только одной. Во Второзаконии 32, 13, там говорится, что помазание Божье течёт из скалы. И там написано, «Он вознёс его на высоту земли». «На высоту земли» — это место поклонения. То место, где существует присутствие Божье. «И Он вознёс его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его мёдом из камня и елеем из твёрдой скалы». Вы всё ещё слушаете меня? Помазание должно вытекать. Помазание не придёт до тех пор, пока вы не заставите выйти его из присутствия Божьего. Библия говорит, «На высоте земли есть присутствие Божье». И Он вознёс его на высоту земли. Это то место, где Божье присутствие такое реальное, что вы теряете зрение. Присутствие Божье, оно такое реальное, что ваша плоть, она умирает, её вообще не существует. Когда присутствие Божье становится таким реальным для вас, то вы можете простить вашего заклятого врага. Когда присутствие Божье становится таким реальным, то вы сможете полюбить вашего врага. Не существует борьбы в присутствии Божьем. И в присутствии Божьем я могу легко сдаться. Вот так. И только по этой причине я все еще нахожусь в служении исцеления. Если ты не можешь сдаться, Бог не сможет использовать тебя. Вам нужно научиться отдавать все. Вы спросите, что это значит? Если бы здесь стоял стул, и я сел бы на него, и я бы не проверял этот стул, старый он или нет. Если вы садитесь, то своим весом можете проверить, крепкие ли его ножки. Вы просто садитесь на него. Вы расслабляетесь и как бы сдаетесь. Когда присутствие Господа становится реальным для меня, я делаю только одну вещь. Я полностью отдаю всего себя, каждую часть себя. Вы спрашиваете, как вам это сделать? Я не могу описать и изобразить это вам. Это единственная вещь, которую вы сами должны научиться делать. это как будто вы выходите во что-то невидимое, и при этом зная, что Он поймает вас. Он никогда не наполнял меня только один раз. Когда я выхожу, то я выхожу во что-то сверхъестественное. Когда я делаю это... Послушайте меня внимательно. Когда я делаю это, я чувствую, как будто что-то ударяет меня, и это что-то могущественное и приводящее в трепет. И я чувствую, как поток жизни, как будто взрывает меня. Когда помазание Божье приходит, я чувствую, как мою душу закутывают в одеяло жизни. Все во мне кипит жизнью. Я становлюсь сильным. Мой разум становится чистым. Я становлюсь смелым. Я видел, как мисс Кульман отсылала людей после того, как помазание сходило на нее. И мне никогда это не нравилось. Однажды один больной человек вышел на сцену, и его всего трясло. Она отослала этого человека. Если бы она отослала меня тем способом, каким она отослала того беднягу, я бы, наверное, бы умер. Она сделала ему выговор с такой грубостью, что я подумал, «О Боже!» Но я любил ее. И в то время я не понимал, почему она иногда была такой грубой на сцене. Нет, она не была грубой. Она была смелой. Она была наполнена Духом Святым и бесстрашием. Смелость сходит на вас. И люди часто теряют это. И вы кричите. Вы должны понять кое-что. Некоторые люди не понимают, что такое помазание. Вы можете так же легко потерять его, как и приобрели. Помазание — это как защитное покрытие. Может быть, здесь сейчас не все понимают меня, но я не ожидаю того, чтобы меня поняли все. Но если хотя бы один поймет, я здесь не зря. Помазание Духа отличается от присутствия Иисуса. Вы никогда не видели, чтобы кто-то делал вот так. «Прими Иисуса Христа». Мы не можем раздавать Иисуса. Присутствие Господа не передается таким образом. Никто же не возлагает на человека руки и не говорит «Будь спасен». Это невозможно. Мы не можем раздавать спасение. Если бы было так, уже весь мир был бы спасен. Мы не можем раздавать Иисуса. Мы можем передавать только Его силу. Вы понимаете меня? Сила Божья — это то, что мы можем передавать. Сила Божья, она может расти. А как же насчет присутствия Божьего? Что это? Чувствуете ли вы Его или нет? Люди говорят, что чувствуют Его. Мы не можем чувствовать присутствие Божье. Присутствие Господа — вот оно. Оно никогда не меняется. Никогда. Ни вверх, ни вниз, ни в сторону. Никогда. Написано. И от полноты Его все мы приняли. Полнота присутствия Божьего находится в тебе все время. Это полнота, Его присутствие, Его Личность становятся реальными только тогда, когда вы поклоняетесь Ему, молитесь и читаете Его драгоценное Слово. Но Его помазание... Что это такое? Его помазание выглядит так. Ты должен следовать за Ним. Помазание, оно непредсказуемое. Вы слышите меня? И первое, что я делаю, я полностью отдаюсь не помазанию, вначале я отдаюсь Господу. Когда я полностью отдаю Ему себя, я сдаюсь Ему в эти 20 секунд, в которые Он становится реальным для меня. Невозможно сдаться Ему до тех пор, пока вы будете оставаться реальным только для себя и думать хоть чуть-чуть о себе. я не могу сдаться Господу до тех пор, пока Он не станет реальным для меня. И я не могу знать о Его реальности, пока Он не находится здесь. Да, конечно, Он всегда здесь, в моем сердце. Но когда Он становится реальным для меня, более реальным, чем даже я сам, в тот момент я сокрушаюсь. Существует сокрушение в присутствии Иисуса. Сокрушается сердце. И какие-то секунды вы так окружены Господом. И в этот момент вы можете не сдержаться. Если вы не знаете, как это сделать, я не могу вам помочь. Это то, о чем я вам рассказывал. Мисс Кульман, она была готова уже принять. Она почти уже была готова сдаться. В ту минуту, когда я сдаюсь, я чувствую, как будто электричество бьет меня с головы до ног. Иногда у меня есть такое чувство, как будто мои ноги горят. На протяжении всего моего 30-летнего служения, когда на меня сходит помазание, я чувствую, как будто моя правая рука, она вся наэлектризована. Это знак того, что помазание на мне. Но не только моя рука чувствует помазание. Его чувствует все мое тело. И взрыв потока жизни изливается на меня. И внезапно чудеса начинают происходить. Люди начинают исцеляться и освобождаться. Но происходит еще кое-что, что-то маловероятное. Я до сих пор полностью не понимаю этого. Но все, что я вам скажу, это происходит на самом деле. Божье помазание начинает изливаться. И тогда оно полностью может передаваться. Оно передается через возложение рук. Оно передается через мою одежду. Оно передается через все, что происходит на служении. В Писании написано, что Божье помазание передавалось через руки апостолов. И когда они возлагали руки на больных, то больные исцелялись. Помазание передавалось через кости пророка Елисея. Помазание передавалось через тень человека по имени Петр. Вы готовы к тому, что я вам сейчас скажу? Если готовы, скажите «да». Помазание не только передается. Оно также и растет. Присутствие Божье не растет, потому что оно находится на одном уровне. А помазание, оно может расти и увеличиваться. Пожалуйста, послушайте меня внимательно. Это очень важно. Помазание имеет три уровня. Может, некоторые молодые люди не понимают меня, но я надеюсь, что кто-то из вас поймет то, о чем я говорю. Да, есть три уровня. О первом уровне помазания говорится в книге Левит, 14 глава, когда священник брал елей и потом помазывал им. Давайте я объясню вам, чтобы вам было легче понять. Давид получил три помазания. Первым он был помазан, когда пришел Самуил и помазал его одного среди всех братьев. Второе помазание он получил, когда стал царем над племенем в Хевроне. Третье помазание он получил, когда стал царем всего Израиля. И каждое помазание должно иметь свое собственное место. Первое помазание, оно дает вам спасение. Второе вводит вас в служение. А третье помазание вводит вас во власть. Этого третьего помазания мы еще не пережили, потому что в этом третьем начинаются чудеса и знамения. И пока еще не видно чудес и знамений. Но мы увидим их. Мы же знаем, что они были и имели место в прошлом. Мы стоим на пороге того времени, когда увидим, как будут происходить чудеса и знамения. Но это время придет, когда мы пройдем через гонения. В книге «Деяния» говорится, когда День Пятидесятницы пришел, некоторые надсмехались над теми, кто исполнился Духом Святым. Им говорили, что все они пьяны. В книге «Деяния» происходили чудеса. И когда апостолам угрожали за то, что они проповедовали Христа, то тогда Петр решил помолиться этой молитвой. Он сказал, «Ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес». Когда начали происходить чудеса и знамения, то все, кто был в церкви, они все исцелялись. В «Деянии» в главе 5 написано, что они все исцелялись. Это случилось в результате молитвы Петра. Когда начали происходить чудеса и знамения в церкви, то даже ангелы пришли, чтобы освободить апостолов из тюрьмы. Чудеса и знамения происходили, когда язычники услышали Евангелие в доме Корнилиуса. Чудеса и знамения происходили, когда Филиппа Бог переносил из одного места на другое. Чудеса и знамения происходили, и Библия заявляет о том, что убийца стал апостолом по имени Павел. Все это — результат чудес и знамений. Нам нужны чудеса и знамения опять. И я верю, что мы подходим к этому времени. Пастор Ларри, вы говорили мне перед служением, что вы чувствуете, что входите в новое время. Разве не это вы мне говорили? Я хочу вам рассказать довольно необычную историю, которая происходила со мной. В действительности ее тяжело понять. В 1986 году мне приснился сон. Я поднимался на холм. Где Мелон Ники? Где она? Там или здесь? Я не вижу дальше третьего ряда. Она на этой стороне или на той? Ну ладно, хорошо. Я поднимался на холм, и я увидел ту женщину. Она сидела на том холме, и она была одета во все белое. Ее волосы были собраны в пучок. Такие прически были у многих женщин-пятидесятниц. Пастор Ларри, вы, наверное, помните. И она начала сходить вниз, подошла ко мне, дала мне книгу и сказала, «Прочти ее». Я никогда не видел эту женщину прежде. Я не знал, кем она была. На следующий день, это было воскресенье, я проповедовал в церкви. И один человек по имени Клемент, друг мой, подошел ко мне, дал мне книгу и сказал, «Я чувствую от Бога, тебе нужно прочитать эту книгу». Я посмотрел на обложку книги с обратной стороны, и я увидел фотографию женщины. Это была та же женщина, которую я видел во сне. Ее имя было Мария Вудвурфета. В прошлом она была великим евангелистом. Я сказал, «Клемент, я видел эту женщину прошлой ночью». На что он сказал, «О чем ты говоришь? Она умерла много лет назад». Я сказал ему, «Нет, нет, я видел ее прошлой ночью во сне». Я спросил его, «Кто эта женщина Мария, у которой в служении происходят такие чудеса и знамения?» Я пытался прочитать эту книгу с 1986 года. Я до сих пор не прочитал ее. Господь не позволял мне прочитать ее, потому что Он сказал мне, «В тот день, когда ты прочитаешь эту книгу, в тот же день начнут происходить те же вещи в твоем служении». И я не знал, что у нее есть племянница, которая все еще жива. И она приходила ко мне домой два месяца назад. Она пророчица, она может читать вашу почту. Она вошла и сказала мне, «У вас есть книга моей великой тети, и Бог не позволил вам читать ее». Я сказал, «Да, это так». Она сказала, «В тот день, когда вы прочитаете эту книгу, те же вещи будут происходить в вашем служении. Бог сказал мне, что вы не сможете прочитать ее, пока вы не встретите Меня. Сейчас я чувствую, что время подходит для чудес и знамений. «Мои драгоценные». Мои драгоценные, это то, что вы хотите. Помазание Духа Святого сходит на Церковь. Не обращайте внимания на проблемы со Светом. Послушайте меня. Помазание Духа Святого сходит на Церковь, чтобы увеличить свою силу. Я говорил вам уже, что помазание увеличивает, и когда это происходит, тогда Бог собирается перевести нас на второй уровень Его силы. Сейчас я хочу, чтобы вы все подняли руки вверх и молились в Духе. Помазание Божье находится в Его присутствии. И это благословенное помазание заставляет нас сдаться Господу. И когда мы сдаемся Его благословенной Личности, поднимитесь все и молитесь в Духе. Уже что-то происходит. Все молитесь в Духе. Бог хочет излить свое помазание на свой народ, сопровождая этот процесс чудесами и знамениями. Если вы жаждете этого, поднимите ваши руки, обратите к нему свой голос. Субтитры создавал Dухе. Субтитры создавал Dухе. Субтитры создавал Dухе. Продолжение следует...